Ну что, друзья, как я вам и обещал, мы в дилер-шипе мерседесовском. К сожалению, Лена, с которым мы работали раньше, она сегодня не смогла прийти. Нам дали другого человека, который помогает покататься на одной машинке, на другой. Была задумка посмотреть на машину, которая такая более спортивная. С шестью цилиндрами там и все дела. Но что-то мне не очень пока. Мне пока не очень. И я думаю, ну хорошо, давайте глянем на обычную. А эта, кстати, перед вами серенькая, это GLE. Видите, она побольше. Вот, да? GLC слева, вот белый. Давайте я подальше отойду. Вот вы видите разницу, вот этот GLC и GLE. Он побольше. Он классный. И там все дела в нем. Но, ну вот просто великоват немножко по размеру. А, так. Ну что, друзья, нам дали машинку немножко... Right, окей. Пользованы. Но я просто сказал, что я хочу понять, как она водится. Потому что вот эта AMG, она более спортивная, чем наша обычная модель. И они на ней имеют, вот на этой модели имеют 5000 маркап. То есть они хотят вот цена, плюс еще 5000. То есть видно, как это востребованная. Полгода ждать. Идет она как просто, как ураган. Ох ты. Хорошо. Так это 6-цилиндер, да? Да, правильно. Да, мы сделаем прямо на льду. Ага. И если у вас есть аэро-саспеншин? Ну, я, конечно, и в Балдиве. Такое ощущение, что сиденья пожёстче, чем обычные. Ага. И эти сиденья более крепкие, чем нормальные? Да, крепкие сиденья, да. Ага. Да, это у нас сон, аэро-саспеншин, аэро-соснегрюв. Да, это у нас больше звука, чем обычная? Да, это у нас обычная ГЛЦ, потому что вы используете AMG-маги. Они имеют немного динер-тир. Так что вы чувствуете дорогу и звук. Ага. То есть звук есть, я чувствую. Ну, конечно. Ага. Ты хочешь на дороге? Да. Ну, это нормально. Всё, мне очень нравится, как она идёт. Мне очень нравится, как я сижу. Она такая очень родная вся. Наверное, всё-таки надо попробовать без этих вот наворочек тоже, потому что всё-таки она более шумная. И это что-то так как-то... Как вы можете подключить навигацию? Конечно. Так что вы можете подключить... Ну... Ну, это 19-модел. Так что она немного другая, чем новая. Новая — это туч-кран. Да. Это такой же, как у тебя. Такой же. Он старше сейчас немножко иначе всё. Да, и руль тоже, слышишь? Вот руль такой, как раньше был. Сейчас, когда ты в современную садишь и 22-го года, да тут другие контролки, они по-другому сделаны. Так что – это руль. Как я сделаю здесь? Ну, это не руль. Вы можете сделать вот здесь. Вот, AMG. Так, вы можете заменить руль в спорт, спорт, комфорт. Так что комфорт будет легче. Это прямо здесь. Да. Спорт будет легче. Спорт, комфорт. И вы можете заменить новые машины. Хорошо, хорошо. Так, это у нас Комфорт, идем на Комфорт. Не, пожар к нам идет. Ну что, давайте теперь вместо Комфорта не надо поймать. Подожди, я хочу. Вместо Комфорта идем на Комфорт. Окей, let's go. Ну, let's go to Sport. Так, Sport. Ну что, неплохо. Так, когда мы на Комфорте, это будет больше газа? Правильно. Красно. Да, Sport will let the RPMs go higher, your students will be a little bit stiffer, the suspension is stiffer. Окей, what about Sport Plus? Yeah, so then... It's even more sporty. Окей, let's try. Yeah, you can accelerate a little bit faster on Sport Plus. Угу. 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 Покажи эту красную строчку. Так они сейчас так делают, они с красной строчкой. Неплохо смотрится, на самом деле. Я когда на картинке глядел, как-то мне не так нравилось. Ну, Sport Plus мне больше всего пока нравится. Вот как мы сейчас идем, просто шикарно. Прям шикарно. Так. А, что там еще есть? Комфорт. Итак. Комфорт, спорт, Sport Plus. Комфорт. Окей. Я люблю Sport Plus. Да. Но, когда это относится к аэр-саспенциям. Так, что она с аэр-саспенцией? Да. Попробую проверить на аэр-саспенцией. Угу. Свет, у тебя нет ощущения, что он там, скажем, не знаю, какой-то. Какой-нибудь. Не такой, как был у нас раньше. No comment. Ну, молчит. Молчит, подруга. Спутница жизни молчит. Ну, что же. Так, значит, возвращаемся на Комфорт. Хорошо. Хорошо. Нормально. Честно говоря, 5 тысяч сверху платить не хочется. Просто так. Еще и полгода ждать при этом. Окей. Так, что мы должны сделать сейчас, чтобы возвращаться? Да. Мы идем на следующей линии. Вы можете у-турни. Окей. Мы не будем у-турни. Мы сделаем у-турни. Окей. Да. Окей. 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 People just drive the car on the other side. Да, этот, поскольку он такой, как бы сказать, 19-го года, то вот это все контролки, вот это вот все вот тут и на руле и так далее. Они, как будто вот я на своей машине еду, она у меня тоже там была куплена 4 года назад, то есть в 18-м году. Так вот, но оно сейчас отличается, надо будет привыкать немножко вот к этим вещам. Один в один. И вот та, что я сейчас вожу, у нее вот такая же навигация, точно вот такая же какая-то. Так. Так. Да. 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 Там, друзья, искусственный интеллект в последних моделях. Можно словами, кстати, команды подавать, если тебя пойму. Да. Так. Так. Конечно мне немножко. Я могу сказать, что здесь жестче, конечно, сидения, чем я. привык мне это не очень нравится и шум мне тоже не очень нравится то есть совсем не нравится именно как вот ходит она замечательно но вот сиденье и шум не очень мы должны попробовать регулярный, который не так спортивный sure sure so because to me how firm the seat is and how noisy it is inside is critical okay so it's very important come to the left turn at the light aha I could get oh yeah to get a regular yes so no markup on the regular Как это было? Никаких маркеров? Нет, только на AMG моделях. Хорошо. Это в высоком потребности или почему? Сейчас все AMG модели в высоком потребности. Мерседес еще есть высоком потребности, но инвентарь очень низкая. Таким образом, из-за чипа, не так много. У них какие-то предпочтения? Сколько скоро они будут обеспечивать? В автомобиле не приезжают, но они не приезжают так быстро. Но многие автомобили уже предпочтены. Но ГЛЦ это одна из моделей мы имеем в предпочтении. Это хорошо. Какие самые тяжелые модели? ГЛЦ он нашим лучшим лучшим ГЛЦ Где вы хотите парк? Я хочу парк 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 Идет она шикарно пока что подвороток Ну-ка, пошли. Опа! Ну, что сказать. Сиденье мягче. Уже хорошо. Идет изумительно. Просто изумительно. Так, чисто вот водительские впечатления. Дальше, что сказать. Что сказать. Относительно тихо. В случае потише чем-то. И нет ощущения вот этого трясущегося трамвая. Свет, как скажешь. Меньше трамвайности. Угу. Так. Ну, что. Приятно. Очень приятная машина. Но, если мы хотим добавить адаптив круиз-контрол, то у них на паркинг-клоде таких нету. Поэтому надо заказывать. И надо 5-6 месяцев ждать. При том, что пожара у нас нет, конечно. Все равно. Пожара у нас нет. So, should we go? You make it right here. Okay. You want to go on the 3-way real quick? You might, yeah. You might, yeah. Let's go straight ahead. Сейчас пойдем на 3-way, друзья. Все так взбыл. Прям движок. It's gonna be on your right-hand side. So, that one is 4-cylinder? Yes, this is 2.0 turbo 4-cylinder. Это не он взял, ты там мотоциклист ехал. Что ты сказал? Это не он взял, мотоциклист ехал. Ты думаешь? Mm-hmm. They got the light, we turned right into the highway. Okay. Got the light in. Right here or the second light? Right here. The first one? Yeah, this one right here. Ну, что сказать. Неплохо. Хорошо. 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 Главный мак. Какого радиоаминоза? Или ремью内ом? Блокоморозума. Что касается глине? Глс? 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 Глс у меня есть OKCGлс? Глс у меня есть и добавляем на глине. Смотрите. 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 Ну что же. Прокатились. Они очень удачно. Близко к Хайвове находятся. Легко. Посмотрите. Так. Ну что. Так. А во всяком случае креститься поудобнее конечно. Хорошо сижу. Высоко сижу. Мне нравится. Я очень люблю высоко сидеть. Чтоб дорогу видеть. Вот не то что там скребешь задницей по асфальту. Здесь этого чувства нет. Все поднять можно выше. Можно. Место есть над головой. Сколько хочешь место есть. Да. Ну. У меня нет потребности такой. Но возможность есть. Возможно есть. Так. Ок. Там троллейбус какой-то. Или автобус впереди. Ну что же. Это не кожа. Это заменитель кожи. Я думаю что. Я думаю что. Ам. 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 Панельки сделаны. Так что панельки деревянные. Можно поставить кожаные. То есть. И оно очень. как выйти тогда тысяч под 8 со всеми там сборами и так далее это существенно дешевле на двадцатку если не больше и я не могу сказать что здесь меньше удовольствие от вождения и даже больше вот как я съеду это я так езду на работу например типичное вождение так ну что же и это слайд мы будем говорить о правильном ну что друзья мы наконец в тесле в нашей едем домой и надо сказать что вот этот и им джи меня разочаровал то есть он такой гремучий понимаете как света света назвал его там как в трамвае он гремучий он жесткий и ну да но он конечно он спортивный то есть он должен иметь более жесткую подвеску там и так далее хочу сказать что вот эти пять не пять там три передачи вот эти которые там были там спортивная спортивная плац и комфорт в общем то они немножко отличались безусловно но но вот по сравнению с обычной джелси я я бы не сказал что как-то это лучше было вот и все-таки там не так тряска от дороги чувствуется вот в обычном и там люди ходят и там тише там тише и она хорошо идет и в общем то не зная я чувствовал себя физически более комфортно в обычном джелси нежели чем в этом и плюс вот эти пять тысяч сверху накрутки которые я даже не понял за что ну просто за то что вот есть люди которые готовы платить 5000 сверху вот собственно только из-за этого вот и я кстати слышали ответа вот может быть ты скажешь что на эту тему но когда мы отдавали от мерседеса на и пошли домой я подумал что вообще ты может может кадиллак не так и плохо вот если так посмотреть пошли а я из из кадиллака выходил нам туда свет наливание значит совсем даже неплохая машина кадиллак то есть у меня там были совершенно замечательные водитель водительские ощущения не знаю если я еще раз залез то можете как-то иначе бы воспринимал но во всяком случае мой несомненный выбор вот сегодня между обычным джелси и вот этим м джи в пользу обычного джелси так он еще и дешевле намного ну то есть кардинально намного почему даже как-то странно в общем наверное нужно быть ценителем спортивных вот этих вот фишек для того чтобы оценить вот пока что вот так значит завтра я надеюсь да бы я со мной подешили один что ты ну не важно в общем может быть завтра мы поедем с леной поговорим на предмет там разных фишечек отделки там что чего но если нужно подождать то пять-шесть месяцев я не против подождать потому что нам нам же нужен еще этот адаптив круиз-контрол он горшок у них те которые стоят там нет адаптив круиз-контрол это поразительно конечно то есть они заказывают машины которые приходят и воника что у них есть выбор вот этих джелси прямо там можно взять но без адаптив круиз-контрол но не знаю нам нам как-то хочется продам и после теслы как бы нам нам хочется уже чтобы было адаптив круиз-контрол мы понимаем ценность этого вот наверно все свету тебя еще добавить нет нету друзья тогда мы с вами прощаемся